У кого какие идеи? Да. Да. Мы сейчас обсудим. Давайте. Первое задание. Кто как видит себе реализацию. Да. Самый простой вариант. Это создаете класс наследник среда и в нем в run переопределяете ну и в нем переопределяете run где в каждые полсекунды 5 секунд выводите название потока. А как это сделать каждые полсекунды? Как? Sleep по 500 миллисекунд. И сколько таких надо сделать выводов? Ну вы должны сделать цикл. Правильно? Каждые полсекунды печатать. Вот сколько у вас в цикле итерации будет? Вот. Понятная идея. То есть реализация у вас одна и та же. Ну я имею ввиду run один и тот же. Ну в одном случае вы делаете потомок среда в другом случае вы делаете реализацию run сред run сред run сред run и не хочется вот именно полагаться на 2 умножить на 5 что будет 10 то можно взять старт current миллисекунды и до тех пор пока у тебя у тебя current time не будет больше чем стартовый time плюс 2 секунды плюс 5 секунд 5 секунд в миллисекундах это сколько? 5 тысяч то есть берешь current как current time по-моему current time он в миллисекундах его запоминаешь потом в каждой делаешь while до тех пор пока current time не будет больше чем стартовый time плюс 5 тысяч все 5 секунд тебе и будет хорошо а проверять как это будете? ну ваши потоки можете можете одновременно их запустить ну можете сделать два метода да то есть тест для среда тест для runable и внутри этих методов вызывать создавать объекты и вызывать старты эти два метода потом в main вызовите чтобы посмотреть как они работают хорошо второе о какие идеи как этот scheduler будем делать разработать класс my scheduler который содержит метод то есть должен быть метод получающий map то есть в качестве аргументов что будет у метода map map типизированный чем? что ключ что value message string ну а value string хорошо а реализация как этого метода будет выглядеть то есть вы получили map map где в качестве ключа интервалы времени в качестве value выводимые сообщения и как в этом многопоточно запустите но смотрите каждый message у вас должен быть отдельным потоком миллисекунду ну почему ахнитошни говорит одну миллисекунду 500 миллисекунд тысячу 5000 миллисекунд то есть вы какой-то message можете выводить через каждые 3 секунды какой-то message через две какой-то через одну какой-то через пол и они у вас будут тык-тык по-разному там светиться что вам для этого надо сделать да то есть вы можете в цикле for each перебрать map в этом for each вы получите key вы получите value создаете здесь анонимным классом или регулярным выражением сразу thread ну регулярным вы создаете new thread которому в качестве аргумента даете реализацию runable в виде лямбды то есть регулярным выражением в виде лямбды внутри лямбды пишите что выводить на экран value через slip key ну slip key например бесконечный цикл единственное будьте аккуратны что вложенные классы и по-моему лямбды работает только с константами то есть ну с внешнего метода вы анонимному классу можете передать только константу он с константи может обратиться а как это сделать так чтобы он с константами работал то есть объявите в for for each константу проинициализируете ее key проинициализируете вторую константу value пересохраните просто ваши значения в констант и потом эти константы используете в вашем потоке все написать программу которая при помощи нескольких потоков сможет найти все файлы с заданным названием в текущей директории и путь к ней записать в log файл а это как вы все видите создаваем какой-нибудь класс там файл утилс внутри делаем метод find find files find files в качестве аргумента у вас получает стартовую папку то есть папку которую вы будете искать и получает этот строку с названием ну с куском названия и получает путь к лог файлу то есть у вас папка где ищ кусок названия файлы с которым ищем и лог файл куда пишем да то есть получается мы берем папку нашу смотрим что это папка если это папка достаем из нее все файлы мы получаем там есть по-моему команда у файла files file.files и вы получаете массив файлов которые лежали в этой папке но только эти файлы могут быть как папками так и файлами потом в цикле перебираете элемент этого массива и смотрите если это файл смотрите его имя содержит ли тот текст или нет если содержит влог его пишем если не содержит ничего не делаем берем следующий если же этот файл на самом деле папка то вызывайте ваш метод в новом потоке рекурсивно чтобы проанализировать эту папку и получается каждая папка у вас анализируется этим же методом запущенным в новом потоке рекурсивно как поднимать папка или файл у вас будет массив объекта файл и у объекта файл есть метод из файл он вернет true или false то есть объект сам знает он файл или папка по-моему из файл или из фолдер ну посмотрите не помню то есть вы у объекта сами спрашиваете ты кто папка или файл если он папка рекурсивно его в этот же метод если он файл достаем его имя getName contains он getName вам даст строку точка equals то есть точка contains и кусок имени который вы ищете и все и будет понятно надо его писать не не неправильно в каком в каком контексте расширение это часть имени могут быть файлы без расширения расширение это вообще прикол винды в основном почти все файлы в linux без расширения то есть расширение это кусок имени который подсказывает чего там лежит то есть я вот сейчас возьму и создам файл без ну вот беру например ту же самую идею она вам возвращает массив объектов это объект который содержит и имя и путь и там вы можете взять этот файл дать какому-нибудь ридер он это его прочитает то есть это у вас как бы объект который ну не просто так не имя это имя включает себя расширение то есть имя файла то есть как бы ну для себя вот перестройте мышление что расширение это тоже имя файла вот у меня видите numbers где расширение нет расширения это просто файл без то есть имя файла не содержит расширение а вот содержит расширение то есть грубо говоря расширение это просто подсказка операционки что там хранится почему я хочу найти все тексты я беру имя контейнс тексты и все имена в которых будет встречаться например . txt это мои файлы конечно конечно не мы не equals мы проверяем контейнсом второй вариант вы можете в качестве вот этой строки искомого файла дать регулярку и потом все файлы проверять а соответствует ли они этой регулярки и находить не просто там что кусочек встречается а например там как-то по-хитрому то есть файл начинается с большой буквы найти все файлы которые начинаются с большой буквы там файлы там длиной 5 символов файлы картинки которые начинаются там с какого-то слова то есть более такой как бы правильный ну более такой как это востребованный механизм хорошо это мы третье обсудили четвертое похоже на третье то есть реализовать программу которая будет копировать все файлы из одной папки в другую используя потоки в принципе та же фигня задаем стандартную искомую то есть исходную папку задаем папку назначения мы просто копируем да то есть файл то есть ищи берем папку из нее достаем список файлов смотрим если это файл отправляем его на копирование если эта папка в отдельном потоке запускаем этот же метод рекурсивно единственное что операцию копирования вынесите в отдельный метод но там будет такой кусочек кода но лучше папки создавать потому что у вас имена одинаковые будут они потрут друг друга вот вы просто говорите и скопируйте из этой папки в эту и в той папке полностью такую же дерево папок создает только будьте аккуратны если вы там что-то напорите он вам такую иерархию папок там забабахает ну скажем так у меня товарищ один тоже так баловался баловался и вложение папок было больше тысячи то есть винда их просто и удалить не могла ему приходил ему пришлось лайки ну загружаться с линукса и под линуксом удалять эту папку потому что она была на ней в ней было настолько много вложений папок что видно просто не мало и удалить то есть у вас была папка которую нельзя удалить потому что в ней вложено еще тысячу ну дерево еще из тысячи папок внутрь то есть ну такая папка которая ну не знаю новые версии винды какая у него стояла я не знаю но она папка была не удаляемая то есть не могу удалить вот поэтому тут с файловой системой аккуратненько ну с ней по-моему ничего нельзя было сделать только под линуксом он зашел и только потом ее смог удалить то есть вина из нельзя на для винды была какая-то такая иная то есть создать ее получилось а удалять ее уже не получалось и еще будьте аккуратны вы можете очень быстро забить весь винт копиями какими-то то есть но я кому-то помните какой-то файлик текстовый что-то там в рекурсии под пару гигабайт уже весел до то же самое вы можете забить себе винт какими-то копиями файлов то есть тут аккуратненько то есть не не так а сейчас что-нибудь запущу из паша башит флешка что это за утилита их так оживляет флешка есть пошабашина будет просто в принципе пошабашила ну вопросы понятно чего делать то то есть в принципе ну такие задачки относительно не сложные окей тогда запись заканчиваем